Как и что изменится в структуре краевой администрации, никто не знал вплоть до открытия сессии ЗСК. Буквально за несколько минут до начала заседания депутатам раздали пакеты документов, предлагаемый губернатором законопроект. Чуть позже интригу последних месяцев раскрывает сам Вениамин Кондратьев. В новом штатном расписании объединят несколько министерств и департаментов, а под сокращение попадает почти четверть госслужащих. Это не просто оптимизация или просто слияние квадратиков. Каждый квадрат прежней структуры подвергался мною анализу. И в том числе и численная его наполняемость, и компетенция. Там, где нету компетенции или она минимальная, то, конечно, министерство или департамент быть не может. Даже управление не нужно. Не нужно надувать щеки, если там просто воздух. Количество структурных подразделений администрации края и органов исполнительной власти на сегодняшний момент – 13. А вот в пределах структуры, которая вам сейчас предлагается, остается всех вместе 39. То есть вот это результат того, что многочисленное руководство должно быть сконцентрировано на задачах, а не на своевобственных портфелях. Открывает Кондратьев и тайну, кто будет работать в его ближайшей команде. Теперь у губернатора Краснодарского края 9 заместителей. Полномочия сохранили Сергей Алтухов, Николай Далуда, Андрей Коробко и Анна Менькова. В этот список не попали Иван Перонко, Владимир Свеженец, Александр Саурин и первый вице-губернатор Джамбулат Хатуов. Несмотря на то, что заместителей стало на одного больше, эту должность глава региона решает упразднить. Должность первого вице-губернатора отсутствует. Это принципиальное мое решение, потому что на данном этапе я хочу сам максимально понимать и контролировать все отрасли экономики в крае и иные сферы управления. Поэтому право первого зама я никому не передал. Все решения я оставляю за собой и координацию в том числе. Своё решение Вениамин Кондратьев объясняет накопившимися в крае проблемами. Такая оптимизация структуры администрации, по мнению губернатора, позволит снизить коррупционные риски. Власть будет сконцентрирована не в одних руках. Обязанности равноправно распределят между всеми замами главы региона. С этой точкой зрения соглашаются и законодатели. На протяжении многих лет мы работали на доверии с исполнительными органами власти, государственной власти, местного самоуправления. Край много сделан, край достаточно сильный. Но есть вопросы, над которыми предстоит вместе трудиться. Для того, чтобы край был более успешный, такая возможность у нас есть. Что касается социального блока, то его по-прежнему курирует Анна Менькова. В её подразделении больше всего изменений. В единое целое объединили Министерство соцразвития и Департамент труда. К Минобразованию присоединили Департамент молодёжной политики. А в Министерство культуры входит теперь управление по делам архивов и госохраны объектов культурного наследия. По-новому теперь звучит и ведомство печати и СМИ. Его переименовали в Департамент информационной политики. За имущественные отношения, природные ресурсы и развитие курортов с этого дня отвечает бывший его начальник Главного управления федерального имущества управ делами президента Сергей Усенко. В его подразделение входит четыре ведомства, одно из которых – Министерство курортов. Теперь оно работает вместе с Департаментом олимпийского наследия края. Заместителем главы администрации по вопросам инвестиционной и промышленной политики назначен Сергей Алтухов. Он будет курировать Департамент информатизации и связи промышленной политики. В зоне его ответственности также создан Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Вместо Ивана Перонка кресло вице-губернатора займет бывший министр экономики края Игорь Голась. Под его руководством – Министерство финансов и экономики, а также Департамент финансово-бюджетного надзора. А вот бывший депутат Гордумы Краснодара Юрий Гриценко будет курировать строительство, архитектуру, а также блок по гражданской обороне ИЧС. Здесь тоже есть изменения. Так, например, Минстрой переименован в Департамент строительства. Объединили также два управления – Государственного стройнадзора и надзора в области долевого строительства. А к Департаменту потребительской сферы присоединили Управление по виноградарству. Делами внутренней политики будет заниматься экспредседатель избиркома края Юрий Бурлачко. Под его контролем будут также два новых управления кадровой политики и региональной безопасности. За высокие урожаи все также будет отвечать Андрей Коробко. В его подразделении ничего не изменилось – два ведомства – Министерство сельского хозяйства и Госуправление ветеринарии. Главным по линии ЖКХ теперь будет бывший его главы Ейского района Андрей Алексеенко. В этот блок входит Министерство транспортно- и жилищно-коммунального хозяйства, а также региональная энергетическая комиссия и жилищная инспекция. Делами казачества и физической культуры будет по-прежнему заниматься Николай Далуда. В его структурном подразделении практически нет никаких изменений. Назначенные новые вице-губернаторы уже разрабатывают тактику дальнейшей работы. При этом говорят, что операция планирует на опыт своих предшественников. На мой взгляд, необходимо продолжить тот курс и бюджетную политику, которая проводилась с точки зрения финансов и бюджета. Необходимо сосредоточиться прежде всего на сбалансированности бюджета, на эффективном управлении, надо здесь сказать справедливо, тем накопленным государственным долгам, которые имеются. И, конечно, особое внимание уделить в том числе реализации майских указов президента в части выполнения дорожных карт и по обеспечению заработной платы бюджетникам. Я владею на сегодняшний день стопроцентной информацией практически по всем вопросам, которые были озвучены. У меня уже есть наработки, как это сделать практически. Я их неоднократно, будучи депутатом Городской думы Краснодара, озвучивал при депутатах. Есть поддержка, есть понимание. Новой команде предстоит решать не только новые задачи. Для начала нужно разобраться со старыми проблемами, которых сегодня немало, акцентирует внимание Кондратьев. Одна из главных, и об этом уже не в первый раз говорят на заседании ЗСК, несоблюдение в муниципалитетах генплана. Вырубленные деревья уже не вернешь. И площадки уже спортивные не построишь, как и детсады и школы, потому что строить их негде. Все застроено. Самое интересное, в проектах не предусмотрено. В правилах землепользования застройки или в генпланах. Или еще хуже, генпланы есть, но их никто не выполняет. Системно не соблюдается генплан. Я тут не могу понять, что вседозволенность глав муниципальных образований. Или у нас все продается и все продаются. Другого ответа нет. Мы реальные люди. И поверьте, точно так же думают жители нашего края и наших городов. Вот и все. А потом говорят, где обтрет власти? Откуда ему взяться? Когда под носом у власти все делается, и власть ничего не может сделать. А и сейчас мы. Так, конечно, когда решение наследства выдано, теперь его надо отменять только в судебном порядке. И по многим, многим, многим вопросам. Законопроект об изменении структуры администрации края, кубанские парламентарии приняли единогласно. А это значит, что к своим обязанностям назначенные вице-губернаторы приступили с сегодняшнего дня. Есть предложение, предложенную структуру управления утвердить. Прошу голосовать. Принято решение.